Привет, друзья! Это Егоров. Ну, во-первых, не надо сильно удивляться моей прическе. Я все объяснил у себя в Телеграме. Кстати, если там наберется достаточно быстро 40 тысяч подписчиков, то я вот эту вот брямбу в какой-нибудь цвет перекрашу. Но, во-вторых, давайте разоблачать Амкал за матч с молодежкой Динамо. Потому что сейчас все в такой эйфории пребывают, будто сделали что-то невероятное. Мы показали, что в очередной раз, что мы можем играть на супервысоком уровне. И мы готовы играть даже в профессиональный футбол. Четко играется на табло. А молодежка Динамо, наоборот, полное днище. А тренеры не умеют воспитывать подрастающее поколение. Я не верю тому, что я вижу. Третье место М-лиги пускает трио Амкал. Сразу скажу, все не так, как кажется на первый взгляд. А на первый взгляд казалось, что профессионалы из молодежки Динамо легко обыграют блогеров, которые пьют и курят, и иногда выступают за Амкал. И даже букмекеры в это верили, давая на Амкал. Сипскан абсолютно прав, когда сказал, что Амкал поднялся на новую ступеньку. Но потому что действительно была и победа, и счет 3-0. И главное, какие мячи забивались, и как четко команда играла. Все же выглядело так, по-настоящему, стеровито, чуть ли не профессионально. Но другая реакция на этот матч такая, что Российские футбольные академии, Академии Динамо, ну просто полное дно. Я сейчас зачитаю комментарии. На примере Динамо стало ясно, что российский футбол деградировал до рекорда донного состояния. Или. Но еще мне понравился момент, что блогеры, обычные блогеры, покурили, выпили пивка, вынесли мусор, то есть Динамо, ну так это называется. И поехали дальше бухать и курить. Ну, с последним, в принципе, можно немножко согласиться, потому что было вот так. Но в остальном, ну вот даже про курение, хотя это вообще ничего не значащий эпизод. Дело в том, что, может, к сожалению, может, к счастью, но из полевых игроков Амкала, это больше 20 человек, сегодня не курит никто, ни один. Мне кажется, даже в профессиональных футбольных клубах такое встречается достаточно редко. Ну и плюс ко всему, практически все футболисты Амкала в основном зарабатывают себе на жизнь как раз футболом. Так что их тоже можно назвать профессионалами и блогерами, но по большей части как раз таки профессионалами, у которых есть своя система восстановления, у которых есть свой врач. И которые в том числе пользуются теми благами цивилизации, которые, возможно, недоступны некоторым командам даже в ФНЛ-1. В этом плане Амкал, ну это не совсем днари с улицы, из подъездов, которые где-то там берут и снимают, как они пинают мяч. Нет, это совсем не так. Но это и не важно, ведь куда важнее Динамо. Сама команда Ю-19, ну действительно, слили 0-3. Вообще ничего практически не показали. Казалось бы, как такие могут идти на третьем месте в М-лиге? И кто вообще этих ребят воспитывает? Ну правда. Лучшие Динамовцы до 19 лет показывают вот такой уровень. Это же полное днище. Хотя, давайте откроем заявку Динамо, того самого, который играет в российской премьер-лиге. И посмотрим, как плохо работают Академии и те самые тренеры. Ну, давайте сразу же начнем. Арсен Захарян, 18 лет, воспитанник в том числе Академии Динамо. 11-й молодой футболист в мире, по версии Голком. И пусть там портреты, фамилию Захаряна сейчас убрали, но это ничего не меняет. Захарян в списке лучших наравне с Мусиалой, наравне, например, с Беллингемом. То есть, Захарян-то как-то они воспитали, футболиста сборной, который уже решает на уровне РПЛ. И он тоже должен был играть с Амкалом. Еще один человек, 19 лет, Константин Тюкавин, тоже игрок сборной России по футболу, забивает в российской премьер-лиге и высоко ценится. Тоже о нем говорят в контексте отъезда в Европу. Тоже должен был играть с Амкалом. Разве плохо работает эта Академия? Ну, по-честному, может и плохо, я не знаю, просто давайте сравним. Если открыть и продолжить искать других футболистов до 19, то мы найдем троих, кто также играл в этом сезоне в российской премьер-лиге. И они тоже должны были встречаться с Амкалом. Ну, вы скажете, ладно, пять человек, пять человек ничего не значит, потому что все остальные, ну, видели их уровень. Опять же, нет, продолжаем это небольшое разоблачение. Самое простое разоблачение в мире. Давайте откроем заявку «Динамо-2». Нет, вот с ЦСКА, кстати, когда мы сыграли 0-0, Амкал сыграл 0-0, там было больше немножко истины, потому что у ЦСКА нету второй команды, которая выступает в ФНЛ-2. У ЦСКА сразу идет молодежка, которая тогда действительно выиграла это первенство, и из-за нее выступают футболисты юношеских сборных, из-за нее выступают футболисты, которые уже выходят на замену в контрольных матчах, из-за ЦСКА забивают, мы с чужим были свидетелями. Но «Динамо» все-таки немножко другая команда, потому что именно ребята до 19 и местами чуть старше играют в ФНЛ-2, в «Динамо-2», и идут там на втором месте, проиграв только лишь «Шиннику». То есть, если брать различные зоны, то набирают столько же очков, сколько и футбольный клуб «Красава». И таких футболистов до 19 лет в «Динамо-2» 27 человек. То есть, чтобы вы понимали, я сейчас открою список, в «Динамо-2» есть 4 вратаря до 2002 года рождения, и еще один вратарь есть в основе «Динамо». В итоге получается, что против «Амкала» играл пятый вратарь этого возраста. И точно то же самое с другими позициями. 8 защитников «Динамо-2», 7 полузащитников, 8 нападающих. Добавим туда игроков из основы «Динамо» и поймем, что да, действительно с «Амкалом» играли либо ребята, которые при иной ситуации в свои 19 лет, скорее всего, уже бы закончили карьеры, если бы не было «Динамо-2», и не было возможности играть вот в этом составе молодежки. Во-вторых, сейчас произошло обновление, и те ребята, которые в молодежке добились третьего места, как раз перешли туда «Динамо-2». Ну и третье против «Амкала» играли ребята, которым в том числе по 16-17 лет. То есть объективно мы можем судить по школе «Динамо» и по этим профикам, которые до 19 лет воспитывались, именно по основе, там есть футболисты, и именно по «Динамо-2». И там тоже есть большого количества ребят, которые сейчас ведут борьбу, в том числе с «Шинником» и «Красавой». «Какой же гений! Какой лучший гад!» «Да что ты делаешь!» «Ты как будто бы уже не в школе». Ну и туда можно добавить еще ребят, которым по 16-17 лет, по 16. И можно было бы тоже сказать, что вот они должны были раздавить «Амкал», но 16-19-20 лет – это огромная разница. Я вам скажу одну фамилию, чтобы вы поняли эту разницу. Вспомните в 16 лет Феликса, и вспомните, точнее, посмотрите на Феликса сейчас. Абсолютно два раза. Абсолютно разные люди. Разный уровень, разная физическая готовность. Ну, просто. Ну и третье, друзья. Было бы абсолютно неправдой говорить, что вот «Амкал» таким составом все равно не должен был побеждать либо там третий, четвертый, пятый выбор 19-летних футболистов, либо 16-летних парней. Ну, не так это. Давайте посмотрим и подумаем, что такое «Амкал». Ну, «Амкал», давайте с защиты начнем. Это Олег Дрожук. Он в прекрасной физической форме. Он постоянно занимается футболом. И он играл в высшей лиге Узбекистана. Это очень высокий уровень по сравнению с каким-то там составом 19-летних ребят в детских школах. Мы сюда можем добавить Стаса Сычева и Бару, которые также играли за топовые московские академии. И они бы тоже в свое время легко были бы вот в этой команде U19. А сейчас они старше, сейчас они мощные. Сейчас от них эти 19, 18, 17, 16-летние парнишки отлетают на несколько метров, как и от Олега. Ладно, Феликса мы не трогаем, но есть Арсений Левшук. Арсений Левшук все-таки, как это его главное достижение, играл в сосновой сборной Франции. И Арсений Левшук – это человек, который поиграл в мощной команде второй лиги и просто закончил сейчас. Но все равно он мастеровитее, возможно, некоторых из этих ребят, потому что все-таки он был на более высоком счету. Это во-первых. А во-вторых, тоже физическая форма, он вырос, он возмужал, он уже мужик. Он должен быть сильнее. Вася Маврин здесь вообще не обсуждается, потому что этот человек был в сборной Сибири, насколько я понимаю, с Ерохиным, со всеми остальными. И если бы хотел, сейчас бы вполне играл в ФНЛ. Сипскана, мы не можем говорить, что это обычный любитель. Это такой же сильный футболист. Прокоп играл в М-лиге. Майк Крапивников играл во второй лиге и был надеждой московского Спартака в какое-то время одним из самых молодых игроков дубля. Витя Блатов, мини-футбольная лига. И Леха Гасилин, извините меня, это российская премьер-лига. Это шальки. Это игра в одной команде с Сане. И даже сейчас, этой зимой, Леха имел предложение из премьер-лиги Беларуси, но просто выбрал вот такой вариант. Нет ни одной причины, почему Амкал этому составу Динамо должен был проигрывать. И это не уничижительно должно быть высказано в сторону Амкала. Нет, просто пора признать, что Амкал это мощная и сильная команда, которая вполне заслуживает и может играть сейчас во втором дивизионе. И которая действительно должна этих 19-летних ребят, второго или третьего состава, выносить. И, кстати, я думаю, что после первого матча Динамо очень захочет реванша. Причем не где-нибудь, а на ВТБ-арене. И мы уже об этом парой слов перебрасывались. И я думаю, что как раз туда подъедут 18-19-летние ребята из ФНЛ-2. И вот на это будет посмотреть уже очень и очень интересно. Как очень интересно будет посмотреть на игру с Енисеем, где вроде бы тоже есть взрослые ребята. Не время для эйфории. Амкал должен, должен, обязан обыгрывать у кого угодно. Если не брать какие-то клубы, близкие уже к топам ФНЛ-2. Так что с верой в победу, с верой в Амкал, но и с этим разоблачением. Не вынесли мы мусор. Грубо говоря, мусор играет в премьер-лиге. С уважением к Динамо и Академии.